Те, которые были сегодня за литургией могли услышать Евангелие. Я говорю, могли услышать. Почему говорю, могли? Потому что иногда диакон так прочитает, что и не услышишь. И такое бывает. Только ревет или гудит, эхо раздается, а слово не поймешь. Но многие, наверное, могли услышать. Евангелие очень интересное. Это Евангелие, по которому называется и само воскресенье, и последующей неделе Евангелие о блудном сыне. О чем там идет речь? Для тех, кто все-таки, может быть, плохо слышал, или забыл, или не слышал вообще. Речь идет о том, как младший сын отца, получив часть имения, удалился, как сказано, в страну далече, куда-то, и пожил там, что называется, в свое удовольствие. Как ему казалось. Которое, в конечном счете, окончилось тем, что ему почти нечего есть было даже. Так что, вспомнив о том прекрасном образе жизни, который он имел, когда был у отца, он решил вернуться. Вернулся. Отец его так встретил, как он даже и не ожидал. Бросился ему на шею, дал перстень на руку, знак того, что он принимает его, и вновь его признает своим сыном. прощает его во всем. Вот это вот евангельское повествование, оно удивительно говорит о многих вещах, и в частности, вот в контексте той темы, которая сейчас была объявлена, оно открывает нам некоторые замечательные, я бы сказал, вещи. Вот мы говорим о христианстве, ну, точнее, естественно, православии. Мы не будем говорить о всем христианстве, в целом. Мы говорим о православном понимании христианства, и в этом смысле о православии. Мы часто считаем так, что христианство – это есть какая-то сумма определенных знаний. и, если хотите, сопровождаемая эта сумма знаний для человека, его участием в церковной жизни. Причем, каким участием? Большей частью, большей частью достаточно внешним. Недаром, что уже многие давно писали, и сейчас, конечно, и повторяют, что по воскресным дням мы, кажется, христиане, когда бываем на литургии, а в прочие дни такие же, как и все прочие люди мира сего. Так вот, это Евангелие сегодняшнее, оно нам говорит об очень интересном одном моменте. Те, кто хотя бы несколько были знакомы с древнехристианской литературой, то, наверное, знают о том, что там мы встречаем удивительные понятия. О христианах до Христа Кажется, странные противоречивые понятия. Как можно быть христианином до Христа? На самом деле, в нем скрывается, я бы сказал, очень глубокое и чрезвычайно важное содержание для всех нас, если хотите, на все новозаветные времена. Здесь скрывается, скрывается одна главнейшая идея, без понимания которой, само наше православие может превратиться в какое-то, в нечто несерьезное, неважное, не относящееся к человеку по существу, не дающее ничего человеку. Скажите, мы же прославляем многих святых, которые жили до Христа. Это же правда интересно. Пожалуйста, пророков, правоцов, церковь утверждает, что все они, благодаря жертве Христовой, оказались спасенными, то есть, получившими ту полноту блага, которому предназначен человек. Все они, кто это они, которые жили до Христа? Возникает вопрос. Ведь они, следовательно, стали христианами? Ну, конечно. Так, следовательно, то, что они делали, это было уже христианство. Именно благодаря тому, что они делали, как они жили, каковы были их цели и намерения, к чему они стремились, это, оказывается, их сделало уже готовыми к принятию Христа. И, напротив, очень многие, которые живут и в христианскую эру, христианскую эпоху и, кажется, являются принадлежащими к Церкви, тем не менее, могут христианами совсем не являться. В чем же суть-то христианства? Вот вопрос, один из очень важных вопросов, непонимание которого часто коверкает нашу жизнь. Мы очень часто христианство сводим к сумме истин. Особенно это любят делать богословы, конечно. Надо знать догматическое учение Церкви, что оно вот такое, вот Бог Троица, Боговоплощение, крестные жертвы, церковь, таинство. Все это исповедовать нужно для христианина. В какой степени? В какой мере? Что это значит? Какое это имеет значение? Вы знаете, чем мы отличаемся, чем, я говорю, православное понимание веры отличается от неправославного и особенно, конечно, от протестантского, но думаю, что в большой степени от католического понимания заключается в том, что когда мы говорим о вере православной, то мы говорим ни о чем как прежде всего об определенном образе, характере жизни. Не исповедание определенных истин, не признание их, что они верны, а именно образ жизни, характер жизни человека делает человека этого христианином или не христианином. Вот приходится постоянно же говорить о том, что знание всех догматических истин, причем такое знание, которое может просто поражать, полнота, если хотите, знания всех истин принадлежит и дьяволу, но он остается им же при всем этом знании. Незнание их спасает человека, незнание их делает человека христианином. Это первое и очень важно. Незнание их делает человека христианином. И второе. Мы говорим, что христианином является тот, кто принял крещение, кто ходит в церковь, кто принимает таинство. Опять-таки, мы сталкиваемся с той же самой постановкой вопроса. Это ли само по себе делает человека христианином? Мы видим множество спасенных людей, которые, не зная ничего этого и не могли принять ничего этого до Христа и оказались кем? В наших святцах, каких? Христианских, православных святцах они стоят наравне с христианами, не приняв ни одного даже таинства, потому что их и не было. Ну, вы скажете, их же не было, и поэтому, извините, мы неверное значение придаем таинствам. Неверное понимание у нас присутствует в этом вопросе. Спасает человека, спасает человека что-то такое другое. Чем же является таинство? Чем является вся церковная жизнь? Является, если хотите, ничем иным, как вспомоществующими средствами. Представьте себе, человек идет по трудной дороге, идет, и, если он терпеливо идет, дойдет, но вдруг тут машина, не хотите ли подвезти? Оказывается, можно и подъехать на машине. Да, и это какое благо, если это путь далекий и трудный, мы благодарим только. Все то, что установлено церковью, это есть вспомоществующие средства, но сами по себе не спасающие человека. Вот это очень важно понять. Не таинство сами по себе спасают, не мое хождение в церковь, не мое выполнение обрядов как таковы спасает человека. Нет, нет и нет. Сколько угодно, если хотите людей, которые все это кажется, все это делали и делают, и в то же время оказываются не христианами. Нужно не забывать же, кто распял Христа? Самые строгие исполнители закона Божьего. Да, ветхозаветного, неважно, но закона Божьего, и они распяли Христа. Оказывается, не в этом дело. И принятие таинств тоже самое может сопрягаться с чем? С чисто формальным отношением к ним. Суть, повторяю, опять православной веры в жизни, в правильной жизни. Это крайне необходимо понять, для того, чтобы понять, что такое язычество. И тогда можно понять, что такое и неоязычество, в любых формах, и старое, и новое, чтобы понять, что оно есть. Если мы обратимся к истории самого этого понятия, язычество, то оно происходит от слова язык, то есть народ. Это славянское слово. Но именно в Ветхом Завете евреи называли другие народы, то есть другие языки, другие народы, то есть языки, понимаете, так, и называли их такими, но относились к ним крайне презрительно, осторожно, подчас враждебно. Почему у них, у этих других народов религии были другие? Не та боготкровенная религия, которая была дана евреям через пророков. Нет, другая религия. Это были ложные религии. В чем ложность была их? В чем была их неправда? Если мы обратимся и к Библии, если обратимся мы даже к чисто историческим, даже светским исследованием, то мы прекрасно поймем, в чем была эта ложь прежде всего. Она заключалась, эта ложь в том, что там образ жизни, сама жизнь, принципы жизни, сами идеи основные, весь смысл жизни, само понимание Бога и так далее, все радикальным образом отличалось от того, что давало откровение Божие. Таким образом, вот этот термин язычник, язычник, то есть человек, принадлежащий к другому народу, он стал фактически тождественным с чем? С другим характером жизни, с другим пониманием Бога, с другим пониманием смысла жизни, вот с тем другим, недолжным, неверным, неистинным. Вот каково понятие язычества. Это что-то ошибочное, что-то неверное, что-то ложное. Вот в чем суть. Так сказать, это по существу, когда мы попытаемся определить, что такое язычество. И вы знаете, это, конечно, очень широкое понятие, всем это естественно, но что кроется в этом недолжном? Что самое главное составляет в этой недолжности? Вот что важно выяснить. Совсем очень промыслительно, а не просто так, Господь после своего крещения в Иордане был, как написано в Евангелии, возведен духом в пустыню, где он 40 дней пребывал в полном посте, то есть в полном воздержании, не вкушал никакой пищи. Кстати, это была практика, практика очень великая и ценная, ценная, поскольку она действительно подготавливала человека к чему-то очень серьезному. Просто так на это никто не шел. Обычно это делалось только тогда, когда человек подготавливался к какому-то очень высокому и ответственному служению. Так вот, и Христос 40 дней пребывал в строжайшем посте воздержания, без принятия какой-либо пищи. И вот здесь дальнейшее описание очень интересно. Искушение. И в конце этого сорокодневного поста дьявол приступил к нему, искушая его. Эти искушения очень знаменательны, поскольку они вскрывают, если хотите, самую суть, ну, можно сказать так, нашей ветхой природы, то есть той природы, которая рассыпется, которая не является истинной, которая есть действительно ложная этой нашей ветхой природы. В чем же она заключается? Что здесь, какие-то искушения, как вскрывают они эту ветхую нашу природу? Вы помните, в чем они заключались? Переврати камни в хлебы. Первое и действительно самое-самое важное. Помните, римляне кричали «хлебы и зрелищ», когда видели императора, проносимого по улицам Рима. Хлебы и зрелищ! Вот, вот что дай нам. Первое искушение свести весь смысл жизни к чему? К хлебу. То есть, к чему? К такому чистотелесному образу жизни, со всеми его, если хотите, радостями, как таковыми, на которые надеется, кажется, каждый человек. Дай нам хлеба и зрелищ. Помните дальше, что, чем искушает сатана? Все дам тебе. Видишь, все царства мира, показал ему во мгновение ока. Все тебе дам, если поклонишься мне. Вот это вот второе, второе, если хотите, связано с чем? Тоже, опять-таки, с нашей страстью, которая присутствует, присутствует в каждом человеке. Как многое мы подчас можем потерять за то, чтобы чем-то обладать. Жажда власти. Понимаете? Вот это жажда власти, это страшная, сказать, ну, страсть, которая присутствует человеку. И сатана искушает. Все дам тебе. Да. Все эти богатства это мир. Всю власть над миром. Поклонись только падше, упав, так сказать, преклонись передо мною. О чем, собственно, идет-то речь? Опять-таки, об одной из линий стремления человека к обладанию, к власти, если хотите, к славе, как таковому. Но главное – обладание всем. Ведь ненасытная наша природа. И за это, за это подчас человек готов, готов пойти против самой совести, которая присутствует в каждом человеке. Все готов подчас отдать ради этого обладания, обладания миром. Посмотрите, что только творится. Мы же видим всю историю, как убивают, грабят, воюют, проливают кровь. За что? Убил человека, за что? Чтобы пойти в ресторан и попьянствовать. Ведь фактически к чему еще сводится-то? Посмотрите, что происходит. Присутствует это? Ой, в какой степени присутствует в каждом ветхом человеке. Это иметь как можно больше, больше, больше и больше. Недаром анекдот даже есть такой. Жадный пришел к врачу просить лекарства от жадности. Только говорит, побольше, побольше дайте мне лекарства от жадности. Третье искушение очень интересное. Сатана ставит его на крыле храма, то есть на крыше храма. Внизу высота. Прыгнуть отсюда значит разбиться насмерть и искушает его брось вниз. Ведь сказано же ангелам, они понесут тебя, возьмут тебя на руки. Что в нас присутствует, что в нашей природе присутствует, тоже очень интересная вещь. Когда мы, когда мы вместо того, чтобы решать проблемы своей жизненной по разуму и по завести, ну, как Бог даст, а я сложу ручки. Как Бог даст. Нет. Это искушение, искушение, оказывается, которое присутствует в нас. Ничего не делать. А как оно вывезет кривая? И плюс еще тут, еще один очень важный момент, когда мы относимся к Богу как к какой-то силе, который Коля сказал, значит, так и будет. Все так оно и исполнится. Помните, дьявол ведь процитировал, сказано же ангелам твоим, что они возьмут тебя и понесут тебя. Пожалуйста, Христош ответил, не искушай Господа Бога твоего. Так вот, вот эти искушения Христа, которые затем, они были выражены в определенных словах у апостола Иоанна Богослова, когда он сказал, что все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская. Это то же самое, это повторение того же самого, только в других словах апостол выразил. То, что Авадорофий прекрасно сказал иначе, говорит, все, все страсти, которые рождаются в нас и которые губят человека, все они произрастают из этих трех, сластолюбие, сребролюбие и славолюбие, которые он называет вот эта гордость человеческую, которая может пойти на любой поступок ради этой гордыни и совершить любое безумство. Что такое язычество? Язычество – отступление, отступление от истины и жизнь по тем началам, которые отверг Христос в пустыне, которые апостол Иоанн Богослов назвал, вот, только что сказанными словами, которые прекрасно охарактеризовал Авва-Авва-Дорофей. Язычество – это именно отступление от норм правильной человеческой жизни, которые только может дать человеку действительное благо как таковое и отступление, отступление от которого приносит человеку обязательно несчастье. Прежде всего, конечно, это поражение души человека, которое может заканчиваться какими угодно трагедиями, но это очень часто сопрягается и с поражениями даже земного, чисто земного существования нашего, когда человек даже здесь, на земле, уже, он теряет очень и очень многое. Христианство как таковое сводится к чему? к правильной жизни. В чём же состоит эта правильная жизнь? Это очень важно нам понять. Только поняв это, мы можем тогда понять правильно, и что такое язычество, чем оно плохо, и в чём оно, если хотите, выражается и в современных формах. В чём же суть, если хотим сказать, христианство и православие. К чему оно нас ведёт человека? Что предлагает человеку? Я не говорю требует. Бог ничего от нас не требует. Абсолютно. Человеку предоставлена полная свобода. Нет требований, а есть предложение. Избери, вот, добро и зло предстоят тебе. Избери добро, и не иди по пути зла. Вот, что предлагает Бог своему богоподобному существу, который именуется человеком. Итак, в чём же дело? Кто такие христиане до Христа? Кто такие христиане во Христе? Кто они? Что это такое? Если мы обратимся к сегодняшнему Евангелию и к другим местам Евангелия, то становится совершенно очевидным одна идея, которая проходит не только красной нитью через всё Евангелие, через весь Новый Завет, но и через все святоотеческие творения. Эта линия основная сводится к чему? К тому, чтобы человек смог, во-первых, увидеть себя реально, кто он есть на самом деле, каковы его человеческие возможности в отношении себя самого. Речь идёт о чём? речь идёт о том внутреннем мире, который в нас есть. Речь идёт о тех страстях, которые присутствуют в нашей душе. У всех присутствуют они. У нас всех все страсти есть, без исключения. Просто без исключения. Только одни проявляются в более сильной степени, другие как бы спят, но иногда не пробуждаются и с очень большой силой пробуждаются. И мы с недоумением даже смотрим и подчас и на других людей, и на себя. Христианство говорит, что наш мир, внутренний мир полон этих страстей. Что такое страсти? Святые отцы отвечают, это искажённые добродетели. Это больные добродетели, можно сказать вот так. Именно больные добродетели. Как есть вот прекрасный такой пример, например, вот свойство гнева. Это, если хотите, богоподобные свойства, свойства, которые даёт человеку силу, силу против всякого зла, который привходит в нашу душу. Зла какого? Связанного с мыслями, с чувствами, с желаниями, с нашим отношением к окружающему миру. Гнев – это сила, благодаря которой человек может справиться вот с этим злом, отвергнуть его, не принять его. По что у нас превращается он, мы знаем. Когда мы гневаемся на человека, и что значит гневаемся? Мы не просто слово гневается тут недостаточно, поскольку гнев-то может быть и праведный, а может быть действительно греховный, преступный гнев. Когда именно человека возненавидим за то, что он сделал то, другое или третье. Когда мы осуждаем его, что такое осуждение? Что такое осуждение? Это есть не что иное, что я говорю, я бы такого, конечно, не сделал. Вы слышите, до чего я хорош? Уж я бы такого не сделал. Вот что такое осуждение. То есть гордыня, которая присутствует во мне, которой я возвышаюсь уже над этим человеком, я уже выше его. Вот что такое осуждение. И любая страсть это есть не что иное, как искаженный добродетель. Вот внутри человека и идет постоянная, если хотите, борьба. Чему отдать предпочтение? О чем говорит христианство? Кто является христианином? Во-первых, тот, кто хочет следовать, следовать тому евангельскому добру, которое открыто там. Вот что такое добро. Это то, о чем говорит Евангелие. Вот что такое добро. Ведь очень важно не ошибиться. Мы же часто действительно в недоумении оказываемся перед тем, что же хорошо, а что плохо. Так вот, следовать евангельскому добру, в той мере, в какой я его понимаю. Следовать, если хотите, совести. Совести следовать. Вот этот который постоянно звучит человеке. И вот христианином является тот, кто хочет это делать, то есть жить, если хотите, по совести и по разуму, так хочет, но видит, что это не так просто. Только я захотел никого не осуждать, буквально тут же, через минуту, уже осудил. Тут же, только хотел не раздражаться и тут же вышел из себя. Только хочу не завидовать и пожалтесь вам, как на грех у кого-то слишком хорошо получилось по сравнению со мной. И так далее. Христианин тот, кто, во-первых, хочет следовать добру, во-вторых, во-вторых, видит, видит, в какой степени он бессилен, не способен искоренить себе вот то зло, которое во мне поднимается. Тот, кто не увидит этого, тот, кто этого не увидит, он не христианин. И знаете, почему? Ну, наверное, всем понятно. Пока еще я не вижу, что я действительно не могу. И когда я все говорю, я просто я еще, ну, не решился, я еще не взял еще себя в руки, но я захочу, я это сделаю до тех пор, пока человек действительно не увидит, что, к сожалению, природа моя вот такова. Природа. Против природы не особенно ты поборешься. Так? Пока я этого не увижу, я не смогу обратиться к Богу так, как это следует делать. Бог является основным законом нашего бытия. Приходилось много раз об этом говорить. Он здесь, Он всюду, Он как закон тяготения, пронизывает весь наш мир. Он близ нас есть. Оказывается, Он может помочь. Но эта помощь божественная наступает только в том случае, когда человек открывает двери своей души, говорит, Господи, помоги мне. Вот, высказывает человек, открывает дверь, Господи, помоги мне. До тех пор, пока двери закрыты, пока я еще сам справлюсь, мне никого не нужно. Человек ничего не может. Не может он тогда ничего получить. Помните, как битва знаменитой прикалки, когда только что татар-монгольское нашествие еще шло, и там собрались несколько князей русских, и был бой с разведывательным отрядом. Так там каждый, представляете, что произошло? Почему потом вся армада двинулась на нас? Один князь выходит, я один с ними справлюсь, и с дружиной на них, его разбивает в пух и прах. Эти все князья стоят и смотрят, как иссякают всех. Другой я сейчас, и один за другим, не вместе, не дружно, и могли бы разнести в пух и прах, что называется, это, а поодиночке. И увидели те, Русь разъединена, раздроблена, мы их всех по одному прикончим. И это случилось. Наступило порабощение, порабощение Руси. Вот по какой, по какой причине я. Так вот, христианство говорит, что, что тот человек, который, который не понуждает себя к жизни по добру, по совести, по христианской совести, и тот, который не увидит, что он действительно не способен с собой справиться, сам, сам, по себе, тот никогда не откроет двери Богу, никогда не сможет обратиться к Богу с истинной молитвой, и никогда, к сожалению, и Бог не сможет ему помочь, потому что Бог не может нарушить человеческую свободу. То есть, человек сам себя лишает божественной помощи. от меня, оказывается, зависит, от моей личности, но вот это обращение к Богу возможно, возможно, только тогда, еще раз повторяю, когда человек действительно осознает, увидит, когда он борется, борется и пытается жить честно, и видит, не могу, спотыкаюсь, то здесь, то там, через пень в колоду. Хочу молиться, только начал Отче наш, и уже на третьем слове улетел неизвестно куда. Вот оно оказывается, вот это критерии. Из этого состояния происекает то покаяние, которое сегодня великолепно было описано в Евангелии. Это покаяние блудного сына. И Бог показал, что, как он ждет обращения человека, как он ждет этого. Открой, человек, дверь, я приду к тебе, обителю тебя сотворю, да, и будет царство в твоей душе, ибо царство Божие внутри человека есть. Вот оно, где христианство заключается. Таков критерий. Вы знаете, ведь очень важно нам, когда мы пытаемся что-то оценить, то мы должны сравнить, а по какому признаку мы оцениваем, что хорошо, что плохо, где оно это хорошо, где оно это плохо, где хорошо для нас важно. Христианство говорит, что Бог есть любовь и нашей свободы не нарушает, но каждому готов помочь, но помогает тому, кто открывает двери своим покаянием, проистекающим из познания себя. И ветхозаветные праведники были. Кто? Не те, которые просто верили, что придет там Мессия и спасет. Все верили. Праведниками названы вовсе не те, кто просто верили, а те, кто убеждались, что им нужен Спаситель. От какого зла? Не от внешнего просто порабощения, а от внутреннего зла, от внутреннего греха, от порабощения именно, от давления, порабощения страстей. Вот кто является праведником. Они были христианами до Христа. Почему христианами? Потому что все их духовное состояние было таково, что они уже, уже обращались к Христу настоящему или грядущему, неважно. И когда пришел Христос, все они были, все они были приняты в Церковь Божию. Так вот, теперь мы, исходя вот из этого, можем понять и что такое язычество. Язычество, если хотите, это вот то, это совокупность многих явлений, но оно может быть, так сказать, ну, по полочкам, что ли, разложено, и оно, может быть, определено, может быть, выявлено и понято, исходя из его отношений к пониманию Бога, пониманию человека, если хотите, пониманию смысла жизни, пониманию духовной жизни. Если хотите, вот эти основные, так сказать, положения, по которым мы можем говорить о язычестве, том язычестве, которое и было, и есть, и будет. Первое, если хотите, Бог кто такой? Если христианцы говорят, что Бог есть любовь, готовый откликнуться на человеческую, на человеческую, так сказать, активность, свободу, обращение к Богу, язычество понимает Бога совсем иначе. И сейчас это лжепонимание, оно выявляется с очень большой силой. Язычество воспринимает фактически Бога в двух аспектах. Или понимает это Бог как какую-то силу, силу, фактически безличную, неважно, если даже признаем, как магическую силу, которой человек может воспользоваться. Но каким образом? Если он знает, знает, как эту силу открыть, как к ней подойти, с помощью каких средств можно воспользоваться этой силой. Вот эти все, если хотите, вот эти все культы, эти шаманства, там, всякие колдовства, всякая экстрасенсорика даже, и все прочие вещи, на Бога смотрят как некую силу. Вся суть, надо узнать рецепт, средство, способ, как проникнуть туда и воспользоваться этой силой. И здесь, конечно, в общем, потрясающее многообразие тех рецептов, которые предлагаются для того, чтобы воспользоваться Богом. Бог рассматривается как средство. Вы слышите? Не как цель жизни, не как смысл жизни. Не в Боге видится благо, о чем говорит христианство, а Бог является средством к какому благу? К земному благу. Здесь, чтобы все было хорошо. Поэтому все обращения, обращения к Богу как таковому, они, они связаны с определенными, если хотите, буквально магическими средствами. и даже оккультными средствами. Вот вышла уже не первый раз, но вот сейчас вышла очень хорошая книга, то есть не сейчас, она уже позапрошлым году, по-моему, под маской православия. Книга, которая наполнена огромным фактическим материалом о том, с чем мы встречаемся сейчас вот в нашей стране, если хотите, в нашей стране, где по всем местам России, Украины, Белоруссии, кого мы только встречаем. Сколько людей выдают себя за тех, которые будто бы являются богочеловеками, пророками, являются носителями божественных сил. Все они направлены на дно и приглашают людей к чему? К тому, что они обладают тайнами, которые открыло им божество, которое только им известно, и с помощью этих таинственных, если хотите, молитв и заклинаний, они могут достичь тех целей, которых так нуждается человек. Вот, когда читаешь эту книгу, то просто диву даешься. Почас доходит, просто читаешь, и просто невероятное что-то происходит. Это просто какие-то обманщики, настоящие обманщики, но они надевают на себя часто одеяния священника, одевают и кресты, одевают по ноге архиереев, выдают себя за епископов. Даже бывают такие случаи, там описано, когда они, так сказать, ну, неожиданно, никто не знает, входят в храм в этом своем облачении, даже в митрополитчем белом клобуке, нам вон становится, и в это время их фотографируют свои люди. И потом, пожалуйста, эти фотографии распространяются. Посмотрите, вот мы православные. Вот эта мимикрия их заключается не только в том, что они себя считают православными, они предлагают людям, предлагают просто к вам людям читать православные молитвы, читать то же самое Отче наш. Все это предлагается, но при этом, как описано там в целом в ряде случаев, заставляют, например, человека повернуться к стене и начинают, пока он повернут, обернут туда, начинают читать свои какие-то молитвы, помимо тех, которые православны. Причем, эти молитвы читаются так, что никто понять ничего не может. И они говорят, это нельзя вам слышать, это тайна, это доступно только нам, это Бог открыл только мне. Идея все время одна и та же, что, оказывается, Бог, это есть та сила, которую достичь я могу, только зная, что нужно прочитать, как нужно сделать. И только тогда и таким образом я, получая эти силы, могу воздействовать на человека. В этой книге вот под маской православия, повторяю еще раз, вообще стоит ее, если кто интересуется всеми этими вещами, стоит ее приобрести, поскольку там огромнейший просто фактический материал. Так вот, все это связано в конечном счете с чем? Там описано просто, как люди, доверившиеся вот этим целителям, этим, этим, экстрасенсам, если хотите, этим лжеправославным священникам, и хотите, там, епископам, митрополитам, что с ними потом происходило. Тяжелейшие заболевания происходят потом с людьми. Почему? Причина совершенно очевидная, и там хорошо об этом написано. Что оказывается, естественно, что эти, эти экстрасенсы, эти колдуны, эти шаманы, они общаются, конечно же, не с Богом. Бог не есть слепая магическая сила, которой можно воспользоваться и пользоваться ею как угодно. Общение происходит совсем не с Богом. Происходит общение с другим миром, с другим миром, который наполнен как раз, как раз прямо противоположными, если хотите, будем говорить так, энергиями. И вот это обращение, обращение к этим колдунам является чем? Когда человек открывает свою душу им, и они входят в эти открытые двери, входят в душу человека, разрушая в ней самое тонкое, самое нежное, самое святое, загрязняя ее своими этими сапожищами. Вот что происходит оказывается в этот момент. Итак, первое злоязычество, первое заблуждение Бога представляет не как личность, совсем нет, как магическую силу. Нужно подобрать только ключи. Одна индийская поговорка так и говорит. Боги управляют миром, но они подчиняются заклинаниям. Брахманы знают эти заклинания. И с помощью этих заклинаний могут повелевать богами. Поэтому наши боги брахманы. Да, замечательно сказано, очень точно. Да, вот эти вот лжеучителя, эти лже-пророки, лже-провидцы, так, они как раз и говорят, что они будто бы способны, способны к получению доступа к Богу, к Богу, к этой магической силе, и затем делать с человеком, что только они хотят. Второе неправильное понимание Бога, и второе, если хотите, форма язычества, но на самом деле не форма, а второй аспект, вторая сторона этого языческого восприятия Бога заключается в ином плане. Именно когда верят действительно, что есть Бог, что Он есть личность, может быть, даже политоизм, то есть считают множество богов, но вся суть в другом. Бога этого представляет по образу и подобию человеческого. В каком отношении? Считает, что божество можно умилостивить, божество можно раздражить, божество может наказать, божество может наградить, и к Богу поэтому надо как относиться? Приносить жертвы или умилостивление за грехи, или жертвы для получения каких-то благ. То есть божество в языческом сознании изменяемо, вы слышите? Божество непостоянно, как древние греки говорили, дары склоняют и богов. Боги оказываются, оказываются, подчиняются, если хотите, сдаются, так, преклоняются, когда им принесут барашка в жертву, или тем более буйвола, и Бог уже доволен. Молоху бросали в пасть, молоха раскаленные, буквально чудовище металлическое, так, бросали в его раскаленную пасть младенцев даже живых, чтобы умилостивить божество или получить какие-то блага. Доходило до таких даже страшных вещей. Так умилостивляли богов. Посмотрите, что происходит подчас в нашем христианском сознании. как мы рассматриваем наши обряды церковные, наши даже церковные таинства, как мы к ним относимся. К сожалению, очень часто, большую частью, мы относимся к самим таинствам, как к некоторым магическим действам. Главное крестить, главное причастить, главное обвенчаться. Как? Что? Насколько человек верит, не верит? Неважно, пришел, давай сюда, заплатил за ящиком и тебя хоть десять раз окрестят. Ну, я шучу, конечно, да, но понимаете, что происходит? Какая беда? Формальные отношения. Забыли, что таинство – это есть действие самого Бога, какого? Личного? Какого? Который видит мое состояние. Духовное и видит, с чем я подхожу? Бог мне нужен или мне нужно? Нужно совсем другое. Или Бог является только средством? Кстати, очень многие вот эти вот неоязычники, современные, посылают, вы подумайте, посылают, ты крещен? Нет, иди крестись, иди причастись, а потом приходи сюда. Кстати, это происходит даже это известное дело, даже и подчас при отчитывании то же самое. Говорят, прежде пойти, пойди, покайся, то есть поисповедуйся и прочастись, потом приходи сюда. Вы поймите только логику. Оказывается, сами таинства церковные рассматриваются ничто иное не как высшее соединение с Богом, не как уже полнота, которую я могу приобрести здесь, в земных условиях, а как лишь средство для более высокого. Чем же является это более высокое? Это высокое. Чем является? Исцеление от болезни, снятие порчи, изгнание беса. Вот цель-то какая! все прочее сам Бог превращается в средство. Вот это, я вам скажу, язычество – это самое ужасное, не внешнее, а внутреннее, которое проникает и присутствует, к сожалению, в нашем сознании. Когда сами таинства воспринимаются нами как магические действия, главное – сделать и все, независимо от моего состояния. Главное – обвенчаться, все в порядке, и у вас будет потом жизнь, ой, какая хорошая, через полгода развелись. Вот такое, вот оно, языческое отношение, оказывается, которое возможно в самом даже христианстве, в самом православии. Любопытнейшая вещь, что, оказывается, можно быть вполне православным человеком. В каком смысле? В каком смысле? Верить так, как, в общем, положено, ходить в церковь так, как это нужно, принимать таинство так, как это утверждает церковь, и в то же время при всем этом, кажется, полноценном православии, в то же время быть стопроцентным язычником. Я не говорю о таких многих аномалиях, которые присутствуют у нас подчас, да, как передать свечку там через левое плечо или через правое, или как там креститься, куда это ставить руку, на какое место, где-то очень строго опять, это очень важно, иначе крест будет недействительным, и так далее. Даже не говорю об этих вещах, что каково отношение к самим таинствам, то есть, когда мы приступаем не к чему-либо, а к тому, через что мы приобщаемся, то есть, становимся лицом к лицу с самим Богом, с каким же страхом Божьим, с каким благоговением, с какой верой мы должны подходить к этому. Нет! Вместо этого формальное отношение. Результат печальный. Результат печальный. Об этом печальном результате очень хорошо, сказал апостол Павел. Если кто недостойно причащается, то недостойно, то человек, как он пишет, оттого многие из вас болеют и умирают. А тут вдруг слышишь, давайте причащайтесь, ни исповеди, ничего. Часто ходите, все, уже ничего не нужно. Подходите к каждую службу. А Янзо Тауст толкуя, давая толкование на тайную вечерю и на то, как Иуда принял этот кусок и в него вошел сатана. Говорит, Иуда причастился и с причастием вошел в него сатана. Посмотрите, какое различие между христианским пониманием и языческим. Если в язычестве главное принять таинство. Это самое главное. Не важно, что у тебя, в конце концов, там. Христианство говорит, будь осторожен, ты приступаешь к самому Богу, а не к чему-либо. И недостойно приступающий к таинству не думайте только к причастию. Речь вот о любом таинстве. Причастие просто это, ну, это, так сказать, полнота, скажем, сопричастия Богу, поскольку здесь происходят и душевные, и телесные сопричастия Богу. Ибо причащаемся к Самому Телу и Крови Господней. Так? Но в любом таинстве мы оказываемся перед такой же реальностью. И вот это недостоинство недостойное приступание к таинству. Что значит недостойное? Вот это очень важно понять. Когда мы забываем, что мы в крещении приступаем к Богу, к соборованию, венчанию, любому таинству, к Богу мы приступаем. Какая нужна вера, благоговение, если хотите, сокрушение, покаяние, и мы приступаем вот к кому. Вот здесь, видите, вот он критерий, вот он тончайший водораздел, который сразу показывает христианство и язычество. В христианстве можно оказаться язычником стопроцентным. Вот беда-то. Христианство говорит, что человек – образ Божий, что он может сопричаститься Богу только при правильной духовной жизни, при правильном духовном устроении. Опять повторяю, какое-то правильное духовное устроение. Вот этого блудного сына, который понял, осознал, раскаялся. Правильное духовное устроение – это разбойника правого. Это вот того мытаря, который сказал, раздам, кого обидел, четверицу и отдам всем. Вот покаяние, вот действительно состояние. Это правильное состояние, что говорит наше языческое сознание. Вы слышите? Наше. Вы слышите? Это какое наше? Которое во мне присутствует. Мы все время ищем там, кто эти язычники. Да не там. Во мне христианин и язычник и борются между собой. А язычник, мне говорит, совсем другое. совсем другое. Важно сделать что-то и все. И тебе все будет хорошо. Вот это особенно важно. Важно понять, что язычество и христианство присутствует в каждом человеке и в каждом христианине. Что постоянно у нас идет это противоборство понимании Бога как какая-то сила или как того, который может мне что-то дать, если я ему что-то дам. Думаем, что ставлю свечку, уже Бог мне должен. Уже тем более, если что-то другое сделал. Главное подать записку. И причем сами при этом не молимся. Какой ужас! Записку подаем, а сами не молимся. Христианство что говорит? Дай мне сердце твое, сыне, человек, сердце, душу. Ты написал имя, молись за него. Только тогда эта твоя записка будет иметь действенность. Почему? Потому что твоя молитва является, знаете, чем? Ну, примерно так сказать. Знаете, вот когда патрон, есть патрон, и там есть пистончик. Так? Главная сила, это патрон, конечно, там порох, там пули, или там, знаете, снаряд. Но вот этот пистончик небольшой, искорку, который дает только искорку. Но если по нему не ударить, если не будет этой искорки, все молчит. Выстрела нет. Маленькое, ничтожное. Говорят, в больших бомбах называется детонатор. Ничтожное по сравнению со снарядом. Но без него не может быть. Так и здесь действенность оказывается и наших молитв, и нашего таинства только тогда будет, когда мы сами дадим эту искорку. Иначе, что проку от всех наших действий. Еще раз повторяю, распяли Христа кто? Кто все это делали? И были отвергнуты Христом. Язычество рассматривать самого человека не как образ Божий, а рассматривать его, знаете, как антенну, как радиоприемник. Вся суть в чем? Уловить. Уловить божественные энергии. Уловить, что Бог говорит. Посмотрите, что сейчас делают эти неоязычники. А они слышат голоса. А они, если хотите, пишут под диктовку. Им говорит этот голос, что сказать такому-то или другому человеку. Что ему сделать? Голоса они слышат. Что говорит христианство? Ни в коем случае не доверяй. Никаким голосам, никаким видениям, никаким откровениям. Причем, как говорят, интересно, Бог не обидится на тебя, если даже ты не примешь и то, что от него исходит. Но не примешь почему? по сознанию того, Господи, мне ли от тебя это слышать? Я знаю, кто я. И я знаю, что мне не может быть никаких откровений. Это не мне, это святым может быть, но не мне. Бог, видя это, даст преизобильное благо этому человеку. Тот же, кто подается первому самому, если хотите, внушению, первой мысли, так называемому откровению, да, он впадает в лже духовное состояние, лже духовное. И вот современные неоязычники, неоязычники, они как раз этим отличаются. Они или действительно прельщенные, или просто мошенники, которые изображают, что они будто бы что-то слышат, видят, да, принимают и так далее. Но главная идея, какова язычность? Человек – это приемник. Главное уметь услышать, найти эти волны, на которых говорит Божественный мир. И тогда я могу это услышать, передать и другим людям, как им должно поступать. Вот это неоязычество опять сейчас широкой рекою расползается. Каков критерий? Я еще раз обращаюсь опять-таки к критерию. Вы обратите внимание, что для нашего времени как никогда может быть важно, важно понимание, чем православие отличается от протестантизма. Вы слышите? Говорим, кажется, о язычестве. Я говорю, от протестантизма в чем дело? Очень просто. Если для православия критерием истины является соответствие наших взглядов и нашего индивидуального опыта, опыту, описанному в святоотеческих творениях, который великолепно изложен, повторяю постоянно, у святителя Игнатия Вринчанинова, он переложен на доступном нам языке с учетом нашего времени. Так, вот критерий. Есть критерий, по которым можем судить. Лакмусовая бумажка. То, чем характеризуется протестантский поход? Он же есть в данном случае языческий. Когда я принимаю любое, что мне покажется, любая мысль, любое состояние, любое внушение, любая мысль, которую, повторяю, мне приходит в голову, принимаю, как уже это от Духа Святого. И начинаю это всем выкладывать. Протестантизм – это что такое? Вера своему личному пониманию. Православие – вера святоотеческому пониманию. Вот видите, чем это важнейший критерий, который нельзя никак в наше время забывать? Вера святоотеческому пониманию. Где его найти? Кто хочет в этих вопросах разобраться? Бринчанинов, святитель Игнатий. Вот где мы можем получить ответ и действительно. Напротив, если мы будем доверяться своим собственным ощущениям, своим собственным переживаниям, не совершенно не оценивая их с точки зрения святоотеческих принципов жизни, мы впадаем, если хотите, в мистический протестантизм. И таким образом попадаемся в сети настоящей бесовщины. Другого слова просто трудно даже и подобрать. Вот в связи с этим мы сейчас очень часто вы слышите, наверное, и говорим о лже-духовниках, лже-старцах, лже-пророках. Откуда появились? И это действительно надо, важно знать. Еще раз повторяю, самое страшное не то, что вне нас. Самое страшное, когда внутри нас, внутри, если хотите, церкви появляется. Вот что самое страшное. Внешний враг, он внешний. А когда внутри, под маской действительно православия, вот тогда действительно возникает огромная опасность. И вот здесь мы видим, вот все больше и чаще, все больше и больше книг появляется, которые настраивают человека на совершенно неверное понимание духовной жизни. И вот тут опять еще один критерий, по которому можем различить православие и неоязычество. И язычество даже вообще, и нео в том числе. Если православие, как я сказал, держится, вот, обеими руками держится за святоотеческие принципы жизни, вот, и человек хочет, изучает и смотрит, то в язычестве нет. Духовная жизнь – это, если хотите, некий хаос переживаний. То, что на меня налетает, то, что мне кажется, то, что мне внушается, результаты печальные. Это уже начинает касаться практических вопросов жизни. Вот, приходилось говорить, пожалуйста, вам книжка появилась, наставник молитвы Иисусовой, некий хоролампий старец, который молодому человеку, который еще ничего практически не знает, пришел к нему на Афон, ему тут же даются четки и говорит, вот, давай, становись с нами и будешь делать в течение нескольких часов. Он говорит, геронда, я же не могу, как это, геронда, то есть старец, будешь делать, там, очень повелительно. Читай молитву громко, отчетливо и как можно быстрее, быстро-быстро, именно быстро-быстро. Во что превратилось это? Пишется в этой книге, его язык работал, как моторчик, не прошло и часа, как он уже совершил 3600 молитв Иисусова. То есть в секунду, даже быстрее, потому что не прошло часа, быстрее, чем каждую секунду он произносил молитву Иисусову. И так он делал в течение нескольких часов, четырех с половиной часов, он проделал 13,5 тысяч молитв Иисусова. Не останавливаясь. Ну, во-первых, неужели каждому непонятно, молитва это или что? Это чтение заклинаний. Заклинаний? Да, понятно. Потому что уже внимание невозможно сосредоточить. Огромная скорость. Так? Это уже не молитва, это не обращение к живому Богу. Уже нет обращения к живому Богу. Это буквально строчит человек. заклинания. Верно. В язычестве так и есть. Эти заклинания, которые становятся уже невразумительными, не доходящими не только до сознания, ни до чего не доходящими. Там да, там происходит, вы знаете, самовнушение, воздействие на себя, причем такой самогипноз, если хотите. вы обратили внимание, что в оккультных сектах, вот которые сейчас, это полно, они в течение нескольких часов вот читают там это, знаете, вот говорят, 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 и наконец доводят человека до такого состояния, что он уже вообще не знает, что он там понимает или не понимает. И таким образом достигается очень важное состояние, когда его воля ослабевает, но зато у него появляются ощущения, внутренние ощущения, в частности, ощущения некой сладости. Точно это произошло здесь. Это же книжка продается в церковных лавках, вы подумайте. Молодой человек уже ощутил сладость в гортане, на языке, во рту. Этот Харалампий, Харалампий в восторг пришел от такого успеха молодого человека. и говорит, а я могу сто-двести молитв Иисусовых за один вдох-выдох. О, переплюнул своего ученика. Я тебе открою еще больше. Возникает вопрос. Серьезный вопрос. Здесь невозможно шутить или иронизировать. Вопрос какого порядка? Где в истории сейчас уже две тысячи лет прошло. Где в истории церкви вы найдете такой опыт совершения молитвы? Где? Если мы обратимся к святым отцам, что они говорят? Молитва Иисуса должна совершаться неспешно. вы слышите? Неспешно с вниманием, благоговением, покаянием, с остановками, чтобы ум не успел утомиться. Мы обращаемся к живому Богу, а не заклинания читаем какие-то магические. Вот что говорит святоотеческое учение. Прямо говорит. Здесь вопрос. Где этот старец Харалампи не удосуживается ответом на этот вопрос? Потому что ответа нет. Ответа нет. Нет у святых отцов такого и быть не может, поскольку такая лже-молитва разрушает все в человеке. Нет Бога, а есть бессмысленные уже повторения, потому что и внимания невозможно тут сосредоточить. А если хотите, сущность молитвы внимание. Внимание. Внимание, я же обращаюсь, повторяю еще, к живому Богу. Вы слышите, что это такое? Язычество. Язычество. К сожалению, причем, где? Но не удивляйтесь этому. Православие опять говорит очень интересную вещь. Очень интересную. Что она говорит? святость находится не в географических местах и точках, а находится в человеке. Вот святитель Игнатий Вринчинин по этому поводу есть очень хорошее. Хорошее изображение говорит, тот в такой-то обители проявился Дух Святой в таких-то людях, затем в другой обители, в Саровской обители, то у Паисия Величковского проявился, то у Серафима Саровского, то в Оптины благодать связана не с местом, вы слышите, а с человеком. Не страшно? Куда мы все носимся? Куда все паломничества идут? По местам. Не человека интересует. О, если вы действительно святочек мы верим в места. Разве мы не понимаем, Иерусалим, разве не святой был город? Чем оказался? По промыслу Божию был разорен пух и прах, сметен с лица земли. И сколько было святых мест, которые потом превратились неизвестно во что. Христианство говорит, не место, не земля, не пространство, а душа человеческая. Вот где святыня. Душа человеческого освещает место, когда она там есть. И прибегать надо не к месту опять, а к человеку. Место само по себе не осветит человека. Надо же это понять. Место самое большее, что может сделать? Самое большее. Это может вызвать у человека особое стремление к молитве. Вы слышите? Если это место помогает молиться, что вот здесь я вспомню, да, вот здесь был сам Христос. И вот это само переживание невольное, оно настраивает человека на определенные, если хотите, на благодарность, на благоговение, на покаяние, вот только. Не место освещает человека, еще раз повторяю, а освещает что? Наша молитва, которому помогает это место. В язычестве точно наоборот. Точно наоборот. Вот этот камень сам по себе, он святой и все. Вот эта икона сама по себе. Простите, что я так говорю, но мы же до чего дошли? До чего мы дошли? Мы уже обращаемся не к Богоматери в борьбе от пьянства, а к неупиваемой чаши. Вы же знаете. И холстом идут к неупиваемой чаши. Вместо же обратиться к Богоматери. То есть уже икона становится предметом поклонения, а не Богоматерь. Кто это из вас обратится, например, то есть не из вас, а других, к Владимирской иконе Божьей Матери и перед ней насчет молиться. Божья Матерь, помоги избавиться от пьянства. Кому это православному. Мы раз и Богоматери молимся? Неупиваемые чаши, а не Богоматери. Слышите? Христианство и язычество. Прямо невольно уже возникает мысль. Господи, может быть, нам бы написать какую-то огромную икону прибавления ума, чтобы все двинулись туда, а потом уже по другим местам. Как легко подменить в христианстве и вдруг классическое язычество. Какая беда! И этого даже не понимаем. Каждый, если хотите, иконой является чудотворной. В каком смысле? Как возникала чудотворная икона? Вот человек искренно от всей души перед какой-то простой иконой молился, так молился, Бог в виде его веры, искренность и так далее. И происходило с ним чудо. Не потому, что иконой это является, а потому, что та же Богоматерь или Спаситель, Святый Николай кто такой, откликался на его молитву перед этой иконой. И мы тогда с благовением относимся к иконе. Да, вот видишь, перед которой молился. Но нельзя же отождествлять то и другое. Это совершенно разные же вещи. Кстати, мы даем поэтому вот возможность такой злостной критики со стороны протестантов на вот наше отношение к тем же иконам, к тому же благодатному огню, когда самое главное благодатный огонь. Зажечь огонь. Это какие средства тратятся, какие силы благодатный огонь зажить. И что дальше? Саша говорит, дальше что? А ничего. А ничего. Ох, какая тонкая вещь! И лучше бы, конечно, не говорить бы об этом. Какая, оказывается, тонкая вещь, разделяющая, отделяющая православие от язычества. как легко мы сползаем в языческое отношение даже к тем святыням, которые действительно являются святынями, мы начинаем воспринимать сами по себе, если хотите, помимо того христианского их понимания, которое должно присутствовать здесь. Вот неоязычество. Оно нео, новое, да, оно также древнестарое. Все новое – это хорошо забытое старое. И то, что мы видим сейчас, вот этот колоссальный наплыв этих колдунов, этих шаманов, этих лжедуховников, лжестарцев, которые Бог знает, что советуют только. Это какие-то кошмары. Так, причина в чем? В том, что мы не обращаемся к наследию святых отцов. Мы пошли по пути именно языческому, доверию чудесам, и ищем кого мы? Ищем чудес, ищем пророков, ищем предсказателей, ищем целителей. И нас совершенно не интересует искать того, кто бы указал мне, как мне правильно жить, чтобы спастись. Это не интересует. Нет. Мы же бессмертны. Что нам думать о том, как спастись? Нам главное, как здесь устроиться получше, как здесь исцелиться, как здесь найти помощь в наших скорбях? Вот что нас интересует, а не вечная жизнь. Это кого нас? Православных. Так вы же верите в вечную жизнь. Ну, да, конечно, но это еще когда-то будет. Дай нам благо на земле. Вот оно язычество, сползание туда. А что говорит Господь? Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вы слышите? Главным, первичным является именно искание Царства Божия и правды Его. Тогда и здесь Господь благоустроит наилучшим образом нашу земную жизнь. Когда же мы все перевертываем и когда мы Бога делаем средством, а не целью, получается та картина. Переверните человека кверху ногами. Подержите. Скажет, умер. А с чего бы это? Никто ему ничего не делал, не стрелял, не резал. С чего же это он умер-то? Вот с чего мы перевертываем все. И действительно начинаем жить так, как приходится и приходилось очень часто говорить протестантам. Ваше Евангелие другое. Какое? Спрашивает, какое? Вот какое. Вы говорите, ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится, смеются, смеются. И, кстати, очень часто соглашаются. Когда мы согласимся с этим, интересно, не мы ли пошли и идем по этому пути? Какому пути? Языческому. Ибо язычество – это что такое? Это не просто такое поклонение другим каким-то богам. Вот это и есть боги, когда у нас первичным являются земные интересы. Это есть боги, которым мы поклоняемся. Вот здесь-то беда и наступает. Дай Бог, чтобы мы православные не оказались по подобию вот этих протестантов, которые ищут прежде всего, что есть, что пить и во что одеться. По пути вот этих язычников, если хотите, которые нам готовы дать исцеление от всех болезней, какие только возможны. Почитайте, еще раз говорю, почитайте только эту книгу «Под маской православия». Это может были такие иллюстрации, я не стал ее брать, потому что зачитывать здесь. Каждый может почитать. Чего только не обещают, чего только не делают, и что творят с нашим человеком, почему не знают православие, не знают святых отцов, не знают учения о Боге, о человеке, о духовной жизни, какого? Православного, святоотеческого. Дай Бог, чтобы сейчас, когда издается все-таки много и литературы, и святоотеческой, того же Игнатия Вринчанинова, того же Валаамского старца письма, вы просите, просто написаны, как замечательно там все изъясняется, самая суть христианской жизни. Письма Игумена Никона, да, и другие. Дай Бог, чтобы мы просто внимательно изучали их, и тогда мы сможем очень легко сразу отличить ложь от истины. Тогда очень легко сразу будет видно каждому человеку. Ну, спасибо, я уже вижу, очень много говорю, извините меня, что так долго. Спасибо вам большое. Ну, по поводу отчетки, кто-то не понял еще, повторите, Алексеевич, пожалуйста, как правильно, как вы считаете относиться необходимо к отчетке? Вы знаете, основной принцип, который выражен в святоотеческом учении, заключается в следующем. Я просто цитирую, почти цитирую слова. «Если ты не изгнал демонов страстей из себя, то как ты смеешь пытаться изгонять их из других людей?» Потому что каждая страсть – это тот демон, потому что демоны – это демон страсти определенной. Так вот, если ты прежде не изгнал из себя, как ты дерзаешь изгонять его из других? Другой отец говорит, я не помню точно уже сейчас, неважно, да, другой прямо говорит, мы не называем тех монахов добрыми, совестливыми и истинными, так, которые пытаются путем различных молитв и заклинаний изгонять демонов из других людей, не очистившись прежде и не усовершив себя и не получив таким образом от Бога дара исцелений. Вы знаете, очень много святоотеческих высказываний по этому поводу. Все они сводятся к одному, к одной, так сказать, идее и к одной мысли. Это дело людей только высокосовершенных, святых, и они даже, эти люди святые, редко-редко, когда это делали. Возьмите преподобный Сергий, в его житии только один случай. Возьмите Серафима Саровского, кого угодно, возьмите жития святых. Редкий случай вы найдете, когда они это делали. Причина? Какова причина? Первая причина, и очень важная, они исцеляли, они, если исцеляли, только того, на кого Бог им указывал. Оказывается, для многих, даже бесноватых, это самый, если хотите, легкий путь спасения. Вы слышите? Так же, как болезнь бывает, самым легким путем спасения. Поэтому святые относились к этому только ожидая воли Божией. Так вот, одного, например, известного, Алексея Зарайский, такой был у нас дореволюционный святой человек, когда его спросили, почему он не изгонит беса из своей служанки, он прямо ответил, а откуда я знаю, что есть на это воля Божия? Она исповедуется, она причащается, и если это нужно, то Господь это сделает. А как же я дерзну пытаться это сделать, если сам Господь не делает? Не правда ли, что мы сейчас видим полное пренебрежение святоотеческим учением, пренебрежение полное, вплоть доходит до абсурдов. Скажите, что бы вы сказали о человеке, который повесил на дверях, вот сейчас вот здесь, по средам, там, в 13 часов я творю чудеса. Но я думаю, что каждый хоть чуть-чуть, если он знаком с учением церкви, скажет, ну, это ясно кто. Правда? Изгнание бесов – что это такое? Ещё какое чудо! Так посмотрите, съездите и посмотрите объявления. Отчетка производится во столько-то часов по таким-то дням. Вот чудотворцы-то пошли у нас в 20 веке. Какой ужас! Святые отцы говорили, если ты, повторяю ещё раз, не победил бесов страстей в себе, как ты дерзаешь! На это только самые святые то иногда делали, иногда тут целые толпы собираются. И в определённые дни и часы пожалуйста вам. Вы знаете, это абсурд! И люди не понимают этого. В результате что происходит? Беда. Господь, когда изгнал, помните, бесов, то хоть в стадо свиней направил. А теперь куда они идут? Понятно? Мы заражаемся буквально бесовщиной. Потом эти исцеления, так называемые исцеления, эти изгнания, с чем сопряжены они? Опять святые отцы пишут, что иногда бесы по своему лукавству делают вид, что будто бы они изгоняются силою святости этого человека, зная о его греховности. Но лукаво с крика выбегают, чтобы потом вернуться, вернуться, и сделать этому человеку в десять раз худшее, чем то, в чем он был. Основная беда вот всех этих вещей в чем? Мы не знаем, совершенно и не интересуемся, как святые отцы смотрят на то или иное явление. В Ватикане, то есть, ну, в Римской церкви сейчас, и создаются институты целый экзорцизм. Вы можете представить? Я вот там был, спрашиваю, институт уже. Оказывается, не духовное совершенство требуется, слышите, о чем говорили все святые отцы? Требуется духовное совершенство, победа над страстями в себе. Нет! У католиков нет. Целые институты экзорцизма, то есть, где учат, какие читать молитвы, чем, а как там брызгать, к чему там прикладываться. Подумайте только! Вот классическое язычество, классическое язычество, махровое. Вот во что превращается отчитка. Я вам скажу, это беда нашего времени. Беда! Потому что это язычество уже настоящее. Но, к сожалению, оно распространяется. И многие просто подчас мошенники. Потому что люди идут, люди с горя, куда не пойдешь? Утопающий за соломинку хватается. И ради денег и несчастной наживы становятся на этот путь, губя и себя, и людей. Вот каково отношение. Если кто-то интересуется, пожалуйста, есть вот там параграф в моей книжке «Путь разума в поисках истины», экзорцизма. Там привожу около десятка высказаний святых отцов по этому вопросу, что отцы пишут. Отцы, они что нам кажется. Вот. Это очень важно знать всем тем людям, которые вздумают идти куда-то на так называемую отчетку. Чтобы не было обидно, братья и сестры, я расскажу о двух вопросах, которые сейчас пришли. Но сразу скажу, что, скорее всего, некорректно сегодня их задавать. Нужно просто было внимательно слушать сегодняшнюю речь, сегодняшнюю беседу. один вопрошающий спрашивает отношения к отцу Власию Боровского монастыря, другой вопрошающий к отношению к отцу Георгию Кочевкову. Пожалуйста, сделайте вывод из того, что вы сегодня прослушали и не утомляйте повторениями. Практический вопрос задает его Сергей Геннадий Чудейкин, руководитель Библиотского центра российской программы здоровья питания, здоровья нации. Председатель общества борьбы за трезвость академик Углоп утверждает, что русскому человеку пить алкоголь нельзя вообще, так как у нас очень мало ферментов, расщепляющих алкоголь, и нас очень быстро можно спорить. В связи с этим можно ли апостола Павла петь, но не убивайтесь, применить и к русским, или все-таки лучше нам быть трезвеньким? Ну, насчет ферментов, скажем, надо обращаться к медикам, потому что суждений вы сами знаете очень много, и так, и сяк, и такие, и сякие. Святой Кнаслав Владимир, когда ему предложили мусульмане, кстати, свою веру, в которой нельзя пить вино, он ответил, «Руси невозможно быть, и чтобы не пить, и». Да. Мне кажется, что дело это такого рода, хоть если бы мы могли соблюдать меру, и это было бы самое правильное, правильное и разумное, именно меру, соблюдать, тогда это было бы правильно. В отношении же полной, так сказать, трезвости, я думаю, что немногие все-таки люди способны сейчас к этому. Немногие. Так что это хорошая идея, может быть, но мне представляется, она нереальной. А вы знаете, самое опасное дело, когда мы предлагаем человеку то, что он не сможет осуществить, потому что тогда он вообще все бросает и ничего тогда вообще не делает. Вот. Поэтому не знаю, чтобы идеал полной трезвости, мне кажется, недостижим, а вот призыв к воздержанию, призыв, кстати, соблюдать хотя бы время постов надлежащим образом именно в этом отношении, как это было бы хорошо, если бы мы все посты соблюдали так, среду и пятницу бы соблюдали так, то я думаю, что человек бы никогда не стал бы алкоголиком, даже если он что-то и выпивает. Могут ли быть от Бога какие-либо сверхспособности у человека? Как нужно относиться к людям, предвидящим и не уйти на чувствующем виду катастрофу? Ну, вы знаете, по самой природе в человеке есть все эти способности, но именно грехопадение, оно их, к счастью, зарыло очень глубоко, так что в нас они скрыты, эти способности, хотя по природе в человеке они есть, но милостью Божией они глубоко скрыты. Открываются они законным путем тогда, когда человек при правильной духовной жизни приобретает надлежащее смирение прежде всего, тогда уже он, будучи смиренным человеком, никогда не воспользуется этим даром во вред. Вы слышите? Только тогда. Если же дать, например, мне вот сейчас дар чудотворения, то я таких чудес натворю, что, вы знаете ли, таких прозорливостей сделаю, что люди с ума сойдут. Поэтому Господь не дает нам ответ на эти вещи. Да, бывают интуиции, какие-то интуитивные ощущения чего-то. Это бывает, верно. Это может такое быть. Святые отцы рекомендуют к этому относиться с огромной осторожностью и предупреждают так даже не доверяться. Потому что могут быть случаи, когда наша интуиция оправдается раз, другой, третий и всё, я уже прозорливый. И, наконец, такая мне интуиция возникнет, такое, если хотите, предчувствие, что потом я, знаете ли, в петлю полезу. Опасное дело доверяться вот этим вещам. Поэтому святые отцы говорят, что даже ко всем этим вещам нужно относиться в высшей степени сдержанно и не принимать, насколько это возможно. Вот таким образом. Но вообще я пользуюсь случаем, чтобы повторить тот совет святых отцов, который они дают в отношении не только своих собственных, так сказать, ощущений, интуиции, но и в отношении явлений разного порядка, происходящих вне меня, но которые выходят за рамки, ну, что ли, нашего естественного опыта. Например, мироточение. Как относиться? Вот такая-то икона замироточила. Вот там-то появились знаки на теле человека, какие-нибудь там кресты, еще что-то. Как относиться? Святые отцы сказали так. И это совет, который надо запомнить очень хорошо. Не хули, ибо не знаешь, откуда это, и не принимай, чтобы не попасться. Останься, как они говорят, равнодушным. Не хули и не принимай. Вот так. Как будто ничего не было. Вот таков святоотеческий совет. Мне кажется, очень мудрый и замечательный. Мы тогда можем избежать очень больших ошибок, в частности, в отношении своих интуиций. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok